Я хочу рассказать всем присутствующим о нашей жизни, скажем так, в неролевых играх. Во время моего прошлого доклада по газетным публикациям про ролевиков, очень часто звучало, что в этих газетных публикациях проскакивало идеи, постулаты, предположения, еще что-нибудь, а не искописты ли, то есть не являются ли ролевые игры способом убежать от действительности. Более того, я могу сказать, что я неоднократно слышала высказывания о том, что действительно это способ, что надо реализовывать себя в реальности, надо заниматься полезной деятельностью, ничего хорошего от ваших ролевых игр не будет, потому что вы уходите в себя. Ну, про то, что мы странненькие и прочее, прочее, прочее. Я думаю, ну, почти каждый присутствующий хоть однажды это, наверное, про себя слышал. Ты в паспорт глядел, взял, был подойден. У меня, да, тоже был прекрасный совершенно момент, я уже на тот момент больше 10 лет занималась временными играми, мне один человек говорит, вот зачем ты это ездишь, надо, могла бы вместо этого поехать куда-нибудь. Я говорю, значит так, я в этом году побывала там за границей не один раз, а теперь я еду на ролевую игру, потому что могу, хочу и мне нравиться. Человек, который не побывал за границей в этом году, я не курю, не воспреку мой. Да, 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 а вот этот не воспреку мой. Вот, в принципе, ролевое сообщество изучают, ролевое сообщество у нас изучают психологи, ролевое сообщество изучают социологи, кто только нет. И очень интересные, не всегда, к сожалению, это заканчивается работами, но когда вот разговариваешь с людьми, то социологи, прежде всего, психологи отдельно, с психологами тяжелее общаться, но социологи, прежде всего, они говорят, у вас такое сообщество толерантное, да? И действительно, ролевое сообщество, я сначала про сообщество, а потом уже про остальную нашу неролевую деятельность поговорю, ролевое сообщество отличается очень высокой терпимостью внутри себя. Ну, я приведу сейчас почти политический пример. Это хорошо или плохо, с точки зрения... С точки зрения чего? С точки зрения ролевого, отличие. Ну, давайте... Сейчас, чуть-чуть. Давайте воздержим тебя, что мы должны... Было довольно интересный случай. Что есть хорошо и плохо? Давайте мне и чем нет. Я отвечу. Я говорю о том, что хорошо для нас. Я, в принципе, кстати, в своем докладе буду рассказывать в основном только про позитивное. Я не буду рассказывать про негатив. Кто не любит ролевиков, может сразу насочаровываться. Так вот, социологи... А, пример по толерантности ролевиков, я считаю... Ну, вот идеальный просто пример. Украина, 15-й год. Они в 15-м или в 16-м, я вот не помню сейчас, по-моему, в 15-м году, в Украине сумели таки провести ролевую игру. Нет, в 16-м, по-моему, в 16-м. Они сумели провести ролевую игру. И вот так мне рассказывали непосредственные участники... Как раз Алина Немирова мне рассказывала. А, нет, или не она. Ну, не важно. Непосредственные участники рассказывали. Главное было держать людей, не убить друг друга по политическим за ругом до... И через некоторое время после. Но на самой игре никаких конфликтов за политику не было вообще. Несмотря на то, что для них это была очень острая, очень сложная политическая ситуация. И ситуация такого раскола в обществе. Мы не можем себе даже представить, насколько острый там у них был на тот момент раскол. Но, по крайней мере, опять же, как говорили сами присутствующие. У нас совершенно спокойно могут общаться, взаимодействовать и на самой игре, да и вообще вне игры по ролевым различным аспектам. И не только люди разных политических взглядов, разных концептуальных взглядов, религиозных. Ну давайте так, мы можем долго говорить о том, что белый ромб плохо, но с теми сторонниками концепции белого ромба, кто идет хоть на какой-то диалог, мы вполне нормально взаимодействуем. Правильно? Да, ты хотела? Смотри, просто в свое время, когда в Биберое только сподобилась собственная партия власти, у нас была в Казани ситуация, когда на землю пытались зайти. И отбито было очень просто. То есть там оказался разумный собеседник, что я говорю, да, смотрите, Зеландко не политическая, не коммерческая, не религиозная общественная инициатива. У нас не машут флагами, не проповедуют и не зарабатывают бабла. Поэтому я не буду заводить вообще никаких политических актуальностей, вот этих вот агитаций и всего прочего, потому что очень много людей с очень разными взглядами мы уложили на косметику. Мы оставляем, более того, в 2014 году, когда вся жопа там с соседней происходила, основная, было сказано, то есть был манифест отдельный, что, ребят, мы просто не обсуждаем эту тему и не принимаем ее. Пожалуйста, держите себя в руках. То есть мы не политическая история, поэтому... Да, и это... Сейчас вторую вещь скажу. А дальше возникает забавная и сложная задачка, потому что я не знаю других способов, кроме того, поговорить на больные темы отдельно от материала. Потому что только мы уходим на материал, мы начинаем ревать. А поговорить надо. Ну, это можно делать на орузиях. Напрочем, мы все равно очень часто в играх по одному закладываем вопросы совсем другие и пытаемся про это говорить. Это нормально, да. И тоже мы можем поговорить, на самом деле мы умеем поговорить, не говоря. Но это уже вопрос относительно религии. Ну, я говорю, я немножко о другом. Действительно, религия сообщества, вот мы об этом вчера немножко говорили, оно открыто на вход. Мы принимаем, ну, вот-вот-вот, почти любых. Другой вопрос, сколько из этих людей остаются в ролевом движении. То есть, отсев, ну, теми, а, надо больше привлекать молодежь, там, да-да-да-да-да-да. Вопрос, да, не столько в том, кто приходит, сколько в том, кто остается. Потому что отсев в ролевом движении, ну, такой достаточно приличный. Но тоже интересный момент. Если человек в ролевом движении, ну, сейчас это чуть-чуть по-другому, это работало раньше. Если человек в ролевом движении перешел в 25-летний рубеж, скорее всего, он останется. Там... Если он пришел раньше, он ушел в 20, он останется. Нет, очень многие приходят, заканчивают вуз и уходят. Молодежная субкультура. Молодежная. Ну, не молодежная субкультура. Я анализировала, я брала некоторые игры, анализировала средний возраст участников, ну, там, где у меня были списки, это 30+. Потому что они начинают когда, это да, это да, это осталось. Сейчас, если тусовку не поставят, то там будет все. Да, да, нет, смотрите, там точка примерно вот такая. Как только человек сталкивается с необходимостью содержать другого человека, встает очень острый вопрос, я остаюсь и не уходи, потому что рынок игры сейчас, это дорогое купить. Здесь, смотрите, еще очень многое. Почему 25+, потому что после этого, ну, сейчас позже, понятно, возраст вступления в брак, но, я почему говорю раньше было, потому что я проводила соцопросы ролевиков, и я вот за эти цифры там отвечаю на 100%, потому что очень многое зависело от того, ролевик ваш партнер или нет. И если ваш партнер не ролевик, то надо было его либо втягивать в эту тусовку, либо очень часто уходили, потому что, ну, либо разводиться, там. Опять же, это значит, что он поддерживает, если он берет детей и позволяет ездить на их. Ему очень сердится. Ему очень сердится. Это да, потому что я сталкивалась с неоднократными ситуациями, когда партнер, например, однозначно не поддерживал это дело. Ну, ладно. Если у партнера не летит, то один уходит, будет только один. Вторая статистик. Ну да, уже есть такой момент. Нет, либо по очереди, но в основном, да, один уходит. Или не между ними, по идее, как настрой. Либо кто-то поддерживает, а кто-то нет. Либо вдвоем. То есть, у них вариантов очень много. Просто дети приходится. Смотрите, про детей и любовь я сейчас еще скажу. Что еще? У нас, у ролевиков, как у социального общества, как у сообщества, общественного объединения, на самом деле, очень высокий уровень взаимной поддержки. Действительно высокий. То есть, и взаимного доверия. Мы вот вчера вечером об этом говорили. О том, что уровень доверия ролевику бывает выше, чем уровень доверия даже родственникам. Понимаете? Ну, смотрите, мы достаточно спокойно относимся, когда к тому, что мы познакомились с человеком на игре, и сразу после игры зовем его к себе ночевать. Или едем. Вот проводили, кстати, опрос в одном из ролевых сообществ у девушек, вы поедете ночевать в ролевику мужчине. Да. Причем многие девушки писали как, что я к сотруднику и к дальнему родственнику, незнакомому не поеду, а к ролевику поеду. Понимаете? Да, мы, скажем так, больший шанс, что ролевику обважем ту или иную помощь, ту или иную поддержку. Это, кстати, великолепно проявляется в факторах взаимопомощи внутри сети. То есть, если в социальных сетях, там, на личных страницах, группах появляются какие-то сообщения о происшествиях, о болезнях, смертях и прочее, да, а мы взрослеем, наши родители там не молодеют, у нас есть дети, у нас есть родственники, котики. Господи, да, Кэт Бильба и ее котики. Вот, то эти сообщения никогда не остаются без внимания. Понимаете? Не остаются, действительно. Я даже вот могу сказать по себе, там, когда я просто в ВК написала, там, что везу папу в больницу, там, папа едет в больницу на скорой, у меня сразу так, чем помочь, чем помочь, чем помочь, чем помочь, в 2 часа ночи. Вот, и более того, у нас есть телеграм-канал, даже целых 2 уже. Это помощь ролевикам бедей, взаимопомощи РИ. Отличная, кстати, всем, кто не подписан. Вообще, у нас есть целая сеть телеграм-каналов, вот, про ролевое взаимодействие. И там очень много чего реализуется. И вот помощь ролевикам, взаимопомощи РИ, где ролевики пишут о том, в чем им нужна помощь. Причем вот взаимопомощь, там, не знаю, встретите, пожалуйста, меня на вокзале, подскажите мне, там, специалиста, не знаю, у меня проблемы, какие-то проблемы, как мне быть. Ну, а помощь ролевикам беде, там уже пишут, когда случаи совсем серьезные. И практически всегда, я специально читаю эти каналы, вот, практически всегда помощь, ну, какой-то отзыв идет, ну, в худшем случае, в течение часа. Ну, хоть что-то напишут, хоть как-то отреагируют, причем привлекают там знакомых со стороны, привлекают, тратят свои ресурсы. Нам, скажем так, нам друг на друга не жалко тратить ресурсы. Сейчас, секунду. А поймите, мы вот здесь сидим уже люди взрослые, и ресурсы у нас все более и более ограничены. Но, тем не менее, мы можем их потратить на других ролевиков, да. Я просто хотела сказать, что все мы, кто занимается РИ, ну, в принципе, да, мы все на одной волне, а мы похожи, и поэтому... Я понимаю, сейчас, да, 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 сейчас я скажу, почему, да. Ну, во-первых, я думаю, это все строяк. Все начинается со строяк. Все вместо труд, а мы не знаем. Потому что, конечно, первого взаимодействия, это тоже. А вот про взаимопорожку я хочу сказать. У меня была работа допоздна в Краснодаре. Я знала, что я приеду, я могу заранее даже, но не узнавать. Я просто звоню кому-нибудь, меня лучше было доставить ночевать. Вот те друзья, которые есть в Краснодаре. А это уникальное, то, что сейчас было рассказано? Или, например, у тех, кто играет что, где, когда, преферанс или кузнецов? Давайте так. Я изучаю пролевое сообщество. Я не буду сейчас говорить про ЧКК, потому что я их не знаю. Я знаю, что у реконов тоже довольно высокое, но чуть-чуть пониже. Они более такие вот вещи. Они клубные. У них вот клуб святое, но все, что выходит за пределы клуба, ну, меня это может не касаться. В ролевом движении вот этого жесткого... Мы вроде говорим, ой, да мы все каждый в своей тусовочке. И нет, внезапно, когда доходит до таких экстремальных каких-то или серьезных случаев, вот социальных именно случаев, нет, мы не в своей тусовочке. Мы гораздо вылезти за тусовочку и помочь Харькову. Короткий комментарий. В середине 90-х, Мария Криктор, которая когда была в Кемерово, выпустила сборник. Ну, потому что там были не только ролевики, в том числе, кстати, да, потому что там были и хипушки, и лапушки, и прочие товарищи, которым в сборник попадал. И когда это были не ролевики, ну, в общем, это отдельная история. Да, это история. Вот. Очень хочу привести одну цитату. Сейчас. Я удивленно и ошеломлен. Мне стоило написать просьбу о помощи, как меня буквально засыпали словами поддержки. Я настолько ярко почувствовала фразу про не иметь 100 рублей. Это неожиданно. Не потому, что я в вас сомневался. Нет, меня окружают прекрасные и добрые люди. Но потому, что я не привык, что можно решать проблемы ни одному, вдвоем, втроем и не закусив у дела. Помощь, которую мне оказали, была самой разной. И были предложения куда большей помощи. Спасибо вам всем за все, за слова, за деньги. Но главное ощущение того, что я падаю куда-то в пустоте, сменилось чувством земли под ногами. Причем тоже интересно. Ролевики очень часто оказывают помощь, ну, вот то, что говорили, оказывают помощь не только тем, с кем мы знакомы непосредственно, но в том числе, вот в этот круг заботы мы можем включать тех, кто дорог, тем, кого мы знаем, кого мы любим. То есть, когда пишут, вот, ну, ни один такой случай был, там, у меня болеет мама, да, еще хуже, у меня умирает мама. И ролевики подрывались на то, чтобы помочь, потому что это тоже свой ролевик. Почему, кстати, это происходит? Это мое мнение. Понятно, что мы, как вот на прошлой докладе говорили, там, шизоиды-шизоиды сбиваются в кучки, да, психотипы. Понятно, что наше движение творческого характера, что подразумевает сложную, там, деятельность и прочее. Но я считаю, ролевики, как никто другой, задействованы именно в коллективном взаимодействии. Ролевыми играми нельзя заниматься в одиночку. Нельзя заниматься в одиночку ролевыми играми. Не готовить, не на самом деле выезжать. Потому что даже если вы жуткий-жуткий интроверт, да, который боится людей, воробушек, честно, договори, секунду, воробушек-социофобушек, вот, вам все равно нужно будет написать мастерам. Взаимодействию с мастерами как-то заявить персонаж. Списаться с командой. Возможно, вписаться в абсолютно новую команду. Это еще сейчас мы говорим, ну, вот раньше было хорошо. Раньше я приезжала и говорила, я такой-то, здрасте, мы вместе будем играть. А сейчас просто так человека со стороны не допустят. Все по своим командам. Нет. По сравнению с, в том числе по сравнению с другими общественными объединениями, вот, мы все равно очень-очень коммуникабельны. Да, только быстренько. Да, я просто, я скажу, у меня вот личный такой опыт, я достаточно летний период жизни я жила вместе, куда сложно добраться, даже к левикам, сколько я назвала пости, и я это, ну, сменяла на то, что я ходила там в ульфийском плаще в своем по лесу, бегала там, ну, то есть у меня были какие-то взаимодействия в ульфийском плаще в своем по лесу, я не знаю. Да, но это не было в ульфийском плаще, потом хотелось все равно в ульфах. В чем, кстати, отличие от настольщиков? Вот говорят, ну и что, а настольные ролевые игры то же самое. Нет. Потому что нас настольные ролевые игры, они не живого действия. Во-первых, из нее проще выйти. На многом. Из настольной ролевых игр. Да, выйти дороже. Ну, это же отдельный вопрос, но тем не менее, проще выйти. Настольная ролевая игра, подразумевается Делл Солнц. Вот я, по прощению, у меня там боль, у меня ребёнок занимается, я ему доказываю, чё... Он у тебя интересник у тебя? Нет, он у меня... Нет, 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 он у меня в словеске гоняет, причём в словеске, всё нормально. Ну вот, проще выйти, больше условностей, потому что одно дело, ты говоришь, ну, я там, когда встречаю большого дядьку с большим мечом, я смотрю на свои параметры и бью его в ответ мечом. А когда ты по жизни встречаешь большого дядьку с большим мечом, тебе очень страшно. Потому что ты понимаешь, насколько он у тебя больше, сильнее, и он со своим мечом может сделать то, что ты никогда с таким не сделаешь, понимаете? Поэтому живое взаимодействие, оно, опять же, усиливает вот этот вот социальный аспект. Совсем другой, примерно? Совсем, да, совсем другой. Но можно газемы не бояться. Ну! Можно не бояться газемы, да он еле кипр изгадок, и усиливает. Я пусковецкий, я не верю. Ну вот, более того, доверие ролевиков, оно выстраивалось все эти годы. И система доверия, она подтверждена всеми 30-ю годами истории ролевого движения. И пока мы доверие друг к другу в целом не обманываем. Встречаются, да, и встречались, и встречаются, ну давайте и будут встречаться люди, которые на этом доверии играют. Но, по сравнению с другими сообществами, тоже вот мы об этом говорили, эти люди могут действовать намного-намного меньше. И получается ролевиков намного меньше, чем представители других сообществ. Почему? Потому что ролевики довольно быстро поднимают по этому поводу волну, довольно быстро начинают об этом говорить. что нет, этот человек обманул мое доверие. Вот, или этот человек там действовал таким-то, таким-то мошенническим образом. Вот пример, который я могу привести, это, господи, мошенница Лена Модина, когда-то была такая история. Когда мошенница действовала на доверие в разных, неформальных, тоже таких творческого плана, тусовках, но только ролевики начали заявлять на нее, во-первых, писать про нее и заявили на нее в милицию. И инициировали уголовное дело. Именно ролевики ролевая тусовка. А где действовала она в самых-самых разных. Более того, те, кто, скажем так, это доверие в той или иной мере нарушал, те, кто нарушал вот эти вот правила лояльного взаимодействия, они из ролевого движения, ну, не то чтобы прям выпиливаются-выпиливаются, мы добрые, но их жизнь в ролевом движении, она становится сложнее. Ну, слушайте, давайте так, я думаю, в каждом регионе и в каждой тусовке есть такой человек, которым мы долго-долго терпели, а потом просто перестали звать на игры, а то и включили в черные списки. Ну да. Ну да. Ну приезжаем. Это и буду. У нас был один такой номер, что сыграл на стол, как мама. Да, да, да. Знаете, почему они, кстати, уходят? Не только потому, что их вводит, там, не знаю, служба безопасности или бьют по лицу. Нет. От них люди окорачиваются. От них окорачиваются люди, они просто, их просто исключают из вот этого вот социального, да, из этого социального взаимодействия. И это отлично, то есть получается мы можем относительно мирным способом решать вот эти вот социальные проблемы. Ну, конфликта нет, но это нормально, мы же люди все-таки, а не ангелы. Вот, то есть репутационные потери на самом деле в ролевом сообществе оцениваются выше, чем в других сообществах. Это, ну, не знаю, достоинство, недостаток, наверное, недостаток, может быть, потому что любой человек может ошибиться. Ну, вот, отлично, кстати, мне безумно нравится то, как ролевое сообщество работает с детьми. Реально. Вот почему? Потому что ролевое сообщество терпимо к детям. Даже те, кто позиционирует себя как откровенные child-free, когда видят ролевого ребенка, относятся к нему намного спокойнее, чем к любому другому ребенку. Ну, заранее, как сказать, в любом случае ребенок, вот опять же, в ролевом сообществе на ролевой игре, он не будет исключен, за ним все равно будут так или иначе присматривать, и я вот могу даже по своему опыту сказать, что пространство ролевой игры – это пространство безопасности, на самом деле, для ребенка. И в том числе это отлично для родителей, простите, потому что родители, которые в нашем мире очень, сейчас секундочку, задрючены, извините за жарконизм, а не привозя ребенка на ролевую игру, могут хотя бы вот где-то здесь в глубине души выдохнуть, да. У меня вопрос, потому что я как раз думала, что это так, но совсем недавно я наткнулась на колоссальную дискуссию, на тему того, что задрали со своими детьми на играх, я хочу здесь спокойно поиграть, не хочу, чтобы мне мешали видеть, а вот у нас в ЛСП, что у нас слет, это действительно пространство безопасности, я в 4 года выпускал ребенка в лес, и не боялась. Смотрите, опять же, я не буду рассказывать про ЛСП, как я рассказываю только про ролевиков, дискуссии у нас у ролевиков могут быть разные, мы и про Белый Ром можем долго дискутировать, но тем не менее, если ребенок окажется на ролевой игре, ну нет, не надо его одного в 4 года в лес, особенно себе. Я не знаю, сколько это лет назад было на ЛСП, 4 года одного в лес, сейчас все-таки тревожность в отношении детей стала повыше, но тем не менее отношение к детям неплохое. По утверждению этого тезиса, простой пример, крупная всероссийская игра «Тыхичник» делается специальной детской локацией, то есть мастера, на уровне мастеров уже идет работа, но тем, чтобы у детей была сразу локация, где он будет безопасно. Потому что деваться им некуда, если бы, например, по всему городу, лучше никогда не было, чтобы изолировать детей. Это не изоляция детей. Эта локация была запрещена, массовая боевка. Это детский сад с аниматорами, чтобы родители смогли поиграть, чтобы остальные локации не было детей, чтобы могли поиграть. И родители, и дети, и ребят, не мешая остальным. Здесь решать это можно каждый раз. Но, кстати, что еще можно сказать, это правда уже психологам про это рассуждать, а не мне, по поводу того, что ролевая игра, игра со взрослыми, она, в общем, хорошо действует на ребенка. В принципе. Ну, детский конвент, да, обязательно. Детский конвент специально для детей. Вот. Давайте теперь поговорим о том, как и что ролевые игры привносят в нашу взрослую жизнь. Ну, я не буду сейчас рассказывать, как ролевые игры повлияли на нашу профессию. Никак. А? У кого-то никак. Но на самом деле, даже когда мы... Да, у кого-то все. Простите. Даже те, кто... Более того, даже когда мы занимаемся, там, чем-то к ролевым играм, не имеющим отношения, на самом деле ролевые игры нам помогают. Почему? Основа проектной деятельности. Любой, кто мастерил игру, все равно так или иначе, даже если отрицает, знает, что такое управление проектом. Основы командной деятельности, основы коллективной деятельности, это все нам все равно дается. Мы на промиссию русского не влияем, мы на твои навыки, а мы на кого-то влияем. Можно я вместе скажу одну штуку? Да. Смотрите, есть такая такая вещь, что в ролевик будет такой вот свой страст, вот пришел человечек, да, другой, давайте, в таких рисуем, как вы вчера предъявили, исключительно мужиков. Я попадаю в совершенно незнакомый коллектив. Вхождение в них коллектив у ролевика, у человека, имеющего опыта в этих играх, происходит просто мгновенно. То есть, процедура, которая определено, как это называется, ситуационным анализом, проделывается просто по щечку на автомате. Так, главный, серый кардинал, изгой. То есть, я на всех его навыки развешиваю просто мгновенно. Когда я попадаю в незнакомый коллектив. Это опыт ролевок, когда ты попадаешь всегда в какую-то совершенно незнакомую ситуацию, и тебе надо очень быстро сориентироваться. А вторая вещь, если ты хоть раз сделал игры, посерьезно, то ты еще начинаешь понимать, почему эти люди действуют определенным образом. Потому что следующий шаг, анализ ситуации, ты понимаешь, почему он действует так, какие у него основания, какие у него цели, как они взаимосвязаны друг с другом, как они взаимодействуют. Все. Ты делаешь игры, потому что ты умеешь вот это делать. Нет, нет. Потому что, простите, начинали мы делать игры, когда наружусь. Я понимаю, но... Я все вышел в 31, но когда ты в 31, но в 6 пришло и в 30. Я назывался в новом лесу со 100 новыми людьми. Понимаете, ребят? То есть в 30 приходит ролевое движение, даже сейчас не так много людей, готовыми сложившимися. Все-таки значительная часть приходит до 25. Да, сейчас вырос порог уже не 16. И в основном приходят 40+, вы не поверите. Если приходят здесь 0, то вот не 30, а 40+. Это те, у кого дети подвыросли, и много такая... Пойду-ка и я поиграю. Знаешь, обычно мы работаем. Да. Тем не менее, снова повторюсь о том, что многие из нас, особенно кто долго занимается ролевым движением, в том числе вот эти наши ролевые навыки профессиональной деятельности своей используют. Но, о чем можно... Я хочу еще поговорить про социальную деятельность, которая связана с ролевым движением непосредственно, но при этом именно ориентирована на то, чтобы общество изменять. Я тогда начну не селом, так хорошо начну. Есть такой проект «Полдень». Кто не слышал? Южный регион не слышал, да, весь. Тогда замечательно, я вам рассказываю. Значит, проект «Полдень» появился в 2010-м году. Этот проект нацелен на социальную адаптацию воспитанников детских домов. Да, ну, у нас вот дарят подарки. После общения с проектом «Полдень» я не могу сладить на объявление «Давайте подарим детям счастье, соберяем подарки в детский дом». Не будьте вредителями, не дарите подарки в детский дом. Потому что подарки-то у них есть. У них проблема в том, что у них отсутствует социальная адаптация. То есть приспособленность к нашему обществу. Выпускники детдомов выходят во взрослую жизнь без трудовых навыков, без социальных навыков, без навыков планирования, организации. И с четкой установкой, да, что их всем должны, а еще с четкой установкой, что взрослые не могут им вредить осознанно. Взрослые могут быть плохими, но они не знают, что такое мошенники. Они не знают вот эту историю, если к тебе дядя подошел, сказал тебя, мама зовет, не ходи к этому дяде. Или не подходи к чужому. Для них чужих взрослых просто нет. Понимаете? Вот сейчас я расскажу. Сейчас я расскажу. Так вот, существующие формы работы с детьми-сиротами, они не позволяют полностью решить эту проблему. И полдень разрабатывает методы специально для решения этой проблемы. Они действовали, они начали работу свою совместно с МГУ, по-моему, с психологической лабораторией, что ли, МГУ. Я вот сейчас точно не помню. Они нацелены на развитие навыков, компетенций, ценностных ориентаций, которые необходимы именно для социализации воспитанников детских домов. В общем, они поставили перед собой задачу первоначальную научить детей общаться, убеждать, формулировать ценности, ставить и достигать цели, понимать, что эти цели могут быть глобальными, перспективными и именно каким образом они могут быть достижимыми. Потому что, опять же, у этих детей у них очень сложно с достижимостью, с постановкой целей именно и с достижимостью, с постановкой достижимых целей. Вот. Делают они это с помощью разных методов. Начинали они просто с ролевых игр, ну, специализированных, понятно, ролевых игр, которые разрабатывали совместно с психологами. Потом, вот сейчас они мероприятия не проводили, ну, разрабатывали, ну, совместно, ну, с психологами. Ну, что ты так специтерски думаешь? Ну, ну, нет, я знаю, откуда те стали. Ну, не из тебя они взялись, да. Ну, и в том смысле ходят. Про проект Зеланкона. Вот. Про здетский проект Зеланкона я тоже расскажу. Очень тоже интересно. Они выпускают сейчас на столке, они проводят семинары для педагогов, они подбирают волонтеров, они работают с тьюторами и прочее, прочее, прочее. Причем в этом проекте принимают участие ролевики из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, там, и куча других. Они выиграли уже не один президентский грант. Причем они их не пилят, а именно воплощают. Кстати, вот я не помню, приезжали ли они в Краснодар. Вот не буду врать. Я за их деятельностью слежу, но не столько. У меня настолько внимательно. Значит, в своей работе они используют метод сюжетно-ролевых игр. В основном. Так, ну вот могу сказать, что у них проекты их реализуются в шести регионах России. Приморский край, Красноярский, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ростовская, вот в Ростове, вернее, есть. Томская, Новосибирская область, ну, конечно, Москва, Московская область, естественно. Ну, почему-то вы об этом не знаете. Есть много, и на свете другая цепь, что и не снилось нашим предрецам. Мне кажется, это больше миланцерский какой-то проект, чем ролевой. Это ролевой. Смотрите, это не по тем, что... А то есть условия жизни детей не меняются при этом? Это просто как, ну, некая... А как они поменяют условия жизни детей? У нас система есть? Можно я отвечу? Да. Вы считаете, что условия жизни – это только поесть-поспать? Или это общение, это навыки, это софт-скилсы, которые добавляются? Нет, ну я имею в виду, что они же не 24 на 7 эти мероприятия устраивают. А 24 на 7 это не надо? Ну нет, ну это, грубо говоря, ну сколько? Какая длительность проведения? Какая частота? Смотри, я в этом месте скажу больше. Их плюс по сравнению с тем, что делали мы на Зилайте и делали, в том, что они делают системную работу последовательную. Да, я сейчас про это расскажу, пожалуйста. Там есть расписание, есть программа, есть последовательные. Смотрите, да, смотрите, они проводят кучу всяких мероприятий, причем они даже в Америку ездили и выступали на специализированных конференциях. Но вот к 2020 году ими были разработаны более 60 коробочных ролевых игр, которые могут использовать в том числе и педагоги, понимаете, психологи. То есть они работают над методиками, они разрабатывают готовые методические решения. И они проводят семинары для своих, ну не для своих, а для сторонних. И объясняют им, что надо, зачем надо и прочее. Причем у них большой список партнеров, включая агентство стратегических инициатив, ну куда без этого, комитет общественных связей города Москвы, Ростелеком и так далее. Кстати, одной из проблем, которой они занимались, это проблема травы в школе. Они в 17-18 годах занимались проблемами буллинга. Вот. И помимо произведения, проведения специализированных ролевых игр, проектом «Колдни» был снят видеоролик под названием «Когда вас перестали бить». В этом ролике успешные взрослые, которые пережили буллинг в школьном возрасте, они рассказывали на камеру личные истории и давали советы себе, вот тем вот, себе детям. А параллельно их сидели и слушали дети, которые тоже переживают проблему буллинга. Потом они встречались, слушайте, ну это, конечно, было очень эмоционально. Я считаю, что этот ролик прямо надо смотреть, показывать, и он достаточно эффективен. Кроме того, полдень, много-много лет проводят регулярно, минимум два раза в год, а то и чаще баллы для детей-сирот. Это тоже на самом деле здорово. Почему? Потому что там идет подготовка к балу, и в рамках подготовки к балу детям выбирают костюмы, их учат танцевать, простите, мальчиков учат, как с девочками, как обращаться с женщиной. То, что они в детдоме, извините, не получают точно. И что приятно, потом многие дети говорили, что, ну не говорили, а спрашивали, вот ты бы куда хотел пойти в следующий раз, на дискотеку или на бал? И они говорили, что я бы предпочел пойти на бал. Хорошо, бал, это ты, прости, прости. Вот, тебя там окружают люди, тебя за тобой бегают, тебя одевают, сказывают, подвезти. А на дискотеку ты просто приходишь и танцаешь, конечно, я пойду на бал. Ну, прекрасно, но бал, это сложно, это нужно учиться, это нужно с другими людьми, там, как бы там ни было, ну, это тоже здорово, да. А команда волонтеров, они курируют детский дом какой-нибудь? У них есть, смотрите, у них есть, вот опять же, на 2020 год, говорю цифру, у них есть 20 учреждений по всей стране, которые они курируют. Но, вот эти два, больше 20 у них физически нет возможности, потому что не может организация разрастаться бесконечно. Но они проводят регулярные семинары для педагогов, психологов и прочего. То есть, передавая свои методики. А так 20 детдомов. Просто мне кажется, это очень опасная игра, когда ты с психологом какую-то серьезную тему поднимаешь, ставишь игру для детей, а потом ты уходишь. 20 детдомов, которые они курируют, не волнуются. Потом они как, они работают с психологом, они сами в детский дом не едут. Они работают со специалистами того детского дома, в том числе, и потом те реализуют, это могут реализовать. У нас же, простите, в образовании сейчас заставляют внедрять оливые игры. Ну вот, при том, что это неизвестно, да. Ну вот, просто это клевая инициатива, но это больше кажется, что благотворительность с элементами, ну и в ролевой игры, в которую играют все, и бизнес, и какие-то тренеры, и мы в детстве играем. Это не кажется каким-то, ну, с полицами ролевой игры. Передаю слово товарищу Петисову. То, что ты делал троллей в киндзе, смотрите, какая ситуация. Да, это безусловно социальный проект. И да, внутри становится тепло, когда ты это делаешь. Да, конечно. Но, чем это отличается принципиально от большинства подобных проекта? Тем, что ты играешь не в подарить детям моментальное счастье, а в том, что ты играешь на некоторую смену жизненных установок. На приобретение какого-то опыта отличного от того, что они могут приобрести. На расширение его сообщества. Смотри, там принципиальная вещь, которая делается. То есть, ну, просто в какой-то момент времени, когда мы начинали этой штукой заниматься, я помню, в 2007 году был первый серьезный выход на детский товар, там было сразу сказано, никаких подарков, никакой халявы, только соучастие, только включение в события есть. Иначе не работает. Подарки и какие-то вещи работают только с детьми, с ОВЗ, причем теми, которые сами точно никогда ничего не заработают. И то, понимаешь, это вопрос принципиального подхода, это не социальный подход. Смотрите, да, дай я попробую ответить. Смотри, какая разница? Ну, просто мы уже говорим сейчас про ролевые игры. Мы говорим, я говорила о вне, нет, мы говорим не про ролевые игры, а про вне ролевую, социально значимую деятельность ролевиков. То, что ролевики не варятся в своем котле, то, что ролевики активно в том числе действуют и во мире, вовне, понимаешь? Ну, то есть мы говорим сейчас про всю социальную деятельность любого ролевика, кто там придет, он помогает. Короче, если проще, почему ролевики не полные скописты? Почему ролевики не скописты? Ну, это все одно начало. Мне просто кажется, что я примерно понимаю, о чем барышня, что почему действительно это считать деятельностью ролевика, а не конкретной Маши, у которой это они есть. Потому что это ролевики, которые используют ролевые игры, и те, что они наработали. Мы им просто говорили, что мы и в работе это используем. Если мы работаем, команда ролевиков просто наработает. В коммерческом проекте это тоже часть нашей ролевой деятельности. Ну, это то, как это взаимодействие. Друзья, это история про презентацию и предуправление ресурсов. Сообщество собирает ресурс и концентрировано направляет его на действие. Это не личное пожертвование меня, как бурифетисов. И не личное пожертвование там еще кого-то. Мы собираем, соорганизовываем группу и делаем там события. Это немножечко не личная история. Это коллективная история. Это важно. А коллектив собирается на любых основаниях. Почему еще это связано со своими движениями? Потому что вот те же полдень, они активно в качестве волонтеров, в качестве ресурсов привлекают ролевиков. Ну, например, ребята, мы проводим бал, помогите с костюмами. Или, ребята, мы делаем то-то, то-то. Помогите, мам, мы сделали новую игру, помогите оттестить. И таким образом, да, они, собственно говоря, все равно, так или иначе, завязаны на ролевое сообщество в целом. Ну, вот Фетисов, товарищ, вышел, теперь я могу рассказывать. Фестиваль Зеландкон. Ну, фестиваль Зеландкон. Уже 15 где-то лет приглашает, ну, 20-21, понятно, к сожалению, но до того. Значит, приглашали детей-сирот и проводят программы для детей-сирот, а также проводят специальные выездные мероприятия в детских домах. Основная цель, которую они перед собой ставят, не просто проведение развлекательных, опять же, мероприятий, а социальная адаптация. Ну, вот как говорят специалисты, не важно, какое у тебя образование, не важно, там, какие у тебя мозги, и ничего не важно, главное, как ты социально адаптирован в окружающем тебя, в обществе. Вот, поэтому проблема социальной адаптации, это действительно очень-очень-очень важная проблема. Кроме того, ну, проводятся мастер-классы, проводятся социальные игры. Вот как раз Фетисов говорил о том, что полдень брали их движки и их обот. Вот. Кроме того, волонтеры, опять же, выезжают в детские дома и проводят приурочные к Зиланду, там, мини-игры, программы и прочее. И сотрудничество с детскими домами стало требовать методического осмысления. Поэтому на Зиланконе 2015 проводился семинар. Это уже еще в 2015 году. Волонтерство в детских домах, теория и практика. И на этом семинаре рассматривались вопросы взаимодействия с руководством детских домов, с административными структурами по управлению образованием, работе с детьми и молодежью, видой и формой помощи. Обсуждался опыт деятельности других ролевых групп и отдельных волонтеров. То есть, чем хороши, кстати, ролевики, мы пытаемся все осмыслить, а лучше еще и описать. И потом передать, поделиться своим опытом. Но я считаю, что это тоже такое определенное сочетание того, что с одной стороны мы творческое движение, а с другой стороны нам надо взаимодействовать. Мы не можем действовать одиночком. Причем, почему это еще сложно, вот опять заканчивая про детей и сирот, потому что администрации очень часто против. вот эти вот вещи, нацеленные на социальную адаптацию, они рушат их прекрасный устроенный мир. Их система. Они действительно рушат систему, потому что ее изменяют. А как с этим бороться? Ну, вот, это уже, давайте так, это тема отдельного проклада. Как с этим бороться? Как с этим бороться? Как с этим бороться? Как с этим бороться не получится? Кстати, товарищи Фетисов, в том числе на этом семинаре, они обсуждали, как эти бороться, и там обсуждалось конкретно. Администрация делает так-то, администрация реагирует так-то. Вот такие пути решения. Администрация делает то-то. Вот такие пути решения. То есть, да, предлагалась методика, как справляться. Каждый рассказывал про свои проблемы и предлагал методы решения конкретных проблем. Так, что еще? Ну, чистые игры. Про чистые игры, насколько я понимаю, здесь знают. Это командные... А? Да, сейчас, конечно. Это командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов. То есть, это мероприятие для всей семьи. Ну, вот, когда все собирают мусор, соревнуются, потом получают какие-то призы, и всем весело и хорошо на природе совместно. На самом деле, это родилось очень просто. Однажды компании уже почти не ролевиков в 2014 году выехали в Ленинградскую область на один из островов. Там есть такие острова, куда выезжают туристы. Выехали, поняли, что на этом острове жить невозможно. И быстро придумали веселую ролевую игру, где мусор был основным ресурсом экономическим. Отлично поиграли. Потом, как раз, вот этот человек, который эту игру организовал, он встретился с другими неголевиками, инициативными товарищами. И, собственно говоря, это стало таким направлением социальных мероприятий. Чистые игры, когда объявляются чистые игры, вот, в Петережном поле в Ленте их рекламируют. Тогда-то, тогда-то будут проведены чистые игры. Это семейный отдых, это экологичная, экологическая повестка модно. Это весело, это соревновательный момент. Мы любим соревноваться. Я не про ролевиков, я вообще про людей. Да, это задает очень большой азарт людям, и они стараются максимально много вытащить. Более того, вот смотрите, наш российский проект. Они как-то любят все забал, прикольные машины, фактически. Наш российский проект. В 2014 году была первая чистая игра. В 2018 году проект вышел на международный уровень. Чистая игра первая, знаете, где прородина с границей? В Индии. Там надо. Да, там надо. Но там и играть могли шутеры. Потом, в Нигерии, в Японии, в Китаре и на Украине. В 2019 году, в рамках Всемирного дня чистоты, был проведен первый международный турнир среди стран Балтийского моря. По чистым играм. Ну, к сожалению, опять в 20-й годах. А где ты реально проходил? Слушайте, по... Ну, в страны Балтии. Ну, в Латвии, Эстонии... Зачем, что это чистые игры, они много не проводятся. И сейчас они проводятся много. Нет, это турниры, это турниры. Турнир по всем трёх странам. Что они чистили? Слушайте, вот что-то конкретно чистили, не знаю. Да, причём, вот, кстати, чистые игры, они работают в плотной связке, опять же, с полным, и они входят в фонд полдень. А сейчас неких руководителей полдня есть много? Да, есть, конечно, но я сейчас не назову фамилию. Погуглите, пожалуйста, посмотрите, фонд полдень. Или проект полдень, фонд полдень. Я просто, у меня фамилия не выписана, я прям... Я могу сказать, что добавь Сишатрова, но вам это вот... Это Сишатрова, но сейчас предположитель в Москве находится. Да, конечно, руководители в Москве. Но, смотрите, если бы они были не в Москве, им бы, например, было очень сложно получить гранцию. И, простите, они в Москве в том числе, на чём они начали развиваться? Это был тоже такой почти студенческий проект, при вот этой вот психологической лаборатории. Я сейчас даже на МГУ слушайте, как это называлось? По поводу МГУ. Это, как бы, это ереки-клуба «Золотые леса», которые были на серебряной дороге. Да, ладно. Которые говорили, что «Золотые леса» делают неправильно, не лучше. Вот, вот, смотрите. Центр интерактивных образовательных технологий МГУ. МГУ, вот, интерактивные. Они, по-моему, при психфаке МГУ будут или отдельно. При философском это линии. А, при философском, ну вот, боюсь, не буду врать. Кстати, они ещё и с НКО, опять же, работают и готовят, проводят семинары для сотрудников НКО. Дашь ли вы минутки ещё? Сейчас, секунду, я сейчас ещё. Документы про театр живого действия, я вы, наверное, рассказываю. Знаете про театр живого действия, да? Я про это рассказывать не буду. Давайте это слово. Нет, я тебе говори, я потом наполню более какими-то масштабными, но более секретными. Ну, вот, я даже не знаю. Наверное, тогда я могу сразу сказать про выводы по поводу того, что вот эти прогнозы, которые были ещё в 90-х годах о том, что релевики бегут от действительности, выяснилось, что нет, релевики бегут на действительность. Да, ладно, бежит, 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 бежит. Да, и более того, релевики в среднем, если смотреть на релевиков и сравнивать их со сверстниками, то выросшие и вообще взрослые релевики, они более социально успешны, чем и сверстники при тех же равных. Ну, я уж не говорю о том, что, кстати, релевики немножечко трудоголики, в каком плане? Релевики более эффективно работают, они вообще привыкли больше трудиться. Да, опять строяк. Да, опять строяк, во всём и на вас строяк. И больше, а эффективнее. Ну, эффективнее. И сокращательнее. Смотри, нет, ещё помимо всего прочего, релевик спокойно относится к сразу нескольким направлениям деятельности. Повышенная стрессовая дочеря. Ну, это отдельно, да, под активность, про это и вот товарищ Фетисов говорил. Мы можем, по-моему, сделать без следователей и заседаниями. Ну, тем не менее, умеем, можем практиковать. Мы можем их переживать спокойнее, мы спокойнее их переживаем. Мы умеем, да. А про статистику из начала, соцпрос, статистика, например, какого региона Центрального собирала? Когда, вот, про ту статистику, про которую говорила я, она собиралась смотря что. Моя статистика была по всей стране, но это было до начала двухтысячных. Про среднюю успешность одного возраста, вот это вам очень хочется посмотреть. Мне кажется... Смотрите, такая статистика не собиралась, потому что релевики по-прежнему не интересны государственной статистикой. А на чём вот вы сейчас сказали, что средний релевик успешнее своего... Я могу сказать, потому что это мой вывод, потому что я езжу по разным регионам, я общаюсь с большим количеством релевиков. А не релевиков, вы общаетесь с их сверхниками, чтобы сказать про релевики успешно. Можно я циферку приведу? Вот, пожалуйста. Значит, смотрите, есть очень прикольная тема «Лидеры России». Лидеры России. Слышали про такой проект? Слышали про такой проект? Короче, это государственный проект по поиску кадров в государственные эти органы. Короче говоря, у него есть шесть финалистов, с тремя я знакомую лично, потому что они релевики. Это категория успешности. Это очень большая категория успешности, потому что это крайне престижный проект, очень престижный, с очень сложной системой прохождения, с большим количеством заданий и в том числе с требованиями вот к адаптивности, ко всем вот этим вещам, да. Мне кажется, важно уточнить, что это мнение, потому что, так как мы говорили здесь очень много про статистику... Я не говорила, что это статистически. Я обычно всегда отношу делу и отсылку к конкретному вопросу, да. Ну вот слово добавлено на тему успешности. Дело, наверное, не в статистике, просто здравый смысл, что называется. Когда в 90-е общество увидело наше увлечение, оно чисто по внешнему формальному признаку, что мы занимаемся чем-то сказочным, сделало вывод, что это какой-то эскапизм. То, что форма может быть разной, как бы, это одно, но то, что люди занимаются действительно построением коммуникации, учатся общаться друг с другом и взаимодействуя, оно почему-то не увидело. Теперь, слава Богу, через 30 лет до него допернуло, что наконец-таки, как бы, бегая в плащине с мячом, можно заниматься не только тем, что ты будешь этим мячом в дерево, но и включаешь голову и общаешься с другими людьми. Кстати, по поводу, опять же, пользу ролевиков для профессиональной деятельности. Я говорю, нет, да, потому что я неоднократно знаю примеры, когда молодые ролевики, особенно участвующие в МГ, в мастерских группах, себе в резюме писали вот это участие в таком-то проекте, и в том числе их, благодаря этому, правильно, то есть это засчитывалось за профессиональный опыт. Да. На Волке мы проводили так называемую Академию РИИ. То есть там просто, даже не мы сами читали лекции, мы просто народ, те, кто были лектором, мы их назвали, ты будешь лектором, а теперь придет аудитория. И мы народом, эти зачетки, они по ним шарились. Так вот, потом вот эти вот зачетки, их реально сдавали вот в свои вот в педовища, в педуниверситеты, и они шли в зачет. Это не Москва. Не стоит забывать, что в принципе любое увлечение человека, любое увлечение, это так или иначе, односновение его головному мозгу, то есть побег в той или иной степени, от повседневной вот этой фигни, от которой он устает, естественно. Поэтому обвинение в эскапизме я могу приятелить человеку, увлекающемуся чему угодно. Ну это уже так. Есть социально признанное, есть социально непризнанное. Почему обвинение в основном нарисуется именно людям, читающим книжки, либо же играющим в игры, мне до сих пор непонятно. Я в ответ его предъявляю. Социальная чуждость, социальная непонятность. По поводу эскапизма еще пять копеек ремарков. Собственно говоря, смотрите, что является большим эскапизмом? Сидеть, читать отчетки и циркуляры, а потом давать руководящие указания, или прийти и вловить реально пошлеп? Смотрите, народ, почему обвиняют в эскапизме? Почему я вообще этот доклад делаю, собственно говоря? Потому что, когда обвиняют в эскапизме, в том числе и роликов, говорят, вы не приносите пользу обществу. И ваша польза не приносит пользу обществу. Вот здесь я четко говорю, какую конкретно пользу мы приносим и друг другу, то есть обществу в своем узеньком лице, и обществу в целом. Я считаю, что тот же проект Полдень, тот же Зиланд и другие, они пытаются изменить общество в лучшую сторону, ну и надеюсь, что успешно. Можно я выключу камеру? Да. Спасибо.